Ремонт кровли, фасада, а также 60 аварийных балконов на 10,5 миллионов рублей. Этот дом по улице Дворянской 1958 года постройки наконец-то дождался своего капитального ремонта. В рамках акции «Безопасный балкон» журналисты областного центра совместно с Государственной жилищной инспекцией и Фондом капитального ремонта проверили, как идет ремонт балконов на трех домах во Владимире. Еще несколько лет назад управляющие компании предпочитали срезать аварийные балконы, либо просто рекомендовали людям на них не выходить. Сейчас же в рамках текущего ремонта балконы и плиты начали заменять. Жители дома номер 44 по Октябрьскому проспекту уже 30 с лишним лет не могут без слез взглянуть на состояние своих балконов. Я живу в этом доме с 1984 года. И вот с 1984 года мы боремся за капитальный ремонт. В 2006 году у нас было предписание первое, составляли документы на капитальный ремонт. Сегодня какой год? 16-й. А вот и ныне там. Вот дошло до того, такие балконы у нас. Дом 1961 года ни разу не был капитального ремонта в доме. Кроме крыши. Перекрывали крыши. Такие дома, как на Октябрьском проспекте, пока даже невозможно сосчитать. Статистика именно по аварийным балконам не ведется. Поэтому жилищная инспекция работает только по обращениям граждан. По мнению главного жилищного инспектора 33 региона Сергея Шахрая, если управляющая компания не проводит в доме замену аварийной балконной плиты, это хороший повод с ней расстаться. И самое главное, что здесь частные организации, жители решают сами, все собственники. И жители сами решили, что все, хватит работать с таким товарищем, зачем мы им платим деньги. И выбрали другую организацию, с которой они предварительно проговорили, с которой они составили все акты о том, в каком состоянии дом находится. И спланировали работу. Это очень правильный на самом деле подход. Потому что город Владимир большой, дома здесь хорошие, плац за содержание ремонта высокая. И поэтому конкуренция на самом деле есть. Поэтому жителям надо более активную позицию занимать. И тогда у них будет обеспечено и безопасность, и нормальное содержание домов. А тем временем в доме 37А по улице Балакирева балконные плиты уже начали заменять. Работа идет только в теплый период времени. Поэтому к сентябрю будет отремонтировано только пять балконов. Остальные в следующем году. Основная трудность при проведении ремонтных работ, это, конечно, остекление балконов, которые жители выполнили. В надежде, что никогда ничего не рушится и балконные плиты стоят. На данном доме мы столкнулись с тем, что кондиционер квартиры сниже не позволяет разместить конструкции. Но эти работы мы проведем, кондиционеры мы уберем. А по остеклению балконов мы, конечно, договариваемся с жителями, чтобы они приняли решение по демонтажу остекления, которое они проводили и не согласовали, не зарегистрировали как подложным образом. Важный нюанс. Ремонт лоджий должен производиться за счет собственника квартиры, так как балконы относятся к воссаду дома, то есть общедомовому имуществу, а лоджии входят в площадь квартиры. В целом, в рамках программы капитального ремонта многоквартирные дома все чаще приобретают презентабельный вид и хорошее состояние. С начала реализации программы во Владимирской области отремонтировано почти полторы тысячи домов.